Мастер Са, давайте поговорим о школьниках. У вас большой опыт работы с детьми, но в последнее время здоровье школьников ухудшается, дети приобретают новые болезни. Как на это смотрите? Да, однозначно. Сейчас дети имеют здоровье хуже, чем дети в 90-х годах, даже в 2000-х. Я бы сказал, что ситуация изменилась где-то в 2006 году, но это так приблизительно. То есть дети до и после – это разные дети. На сегодняшний день я бы сказал, что 95% детей, посещающих наши классы, – это дети с заболеваниями. Однозначно это сколиоз, очень сильное нарушение нервной системы, то есть это наблюдается очень ярко. Я тогда предлагаю родителям заниматься вместе с детьми, то есть это уже группы семейные есть такие, папа-мама. И во время занятий мы специальными упражнениями регулируем это. То есть есть специальные упражнения, которые направлены на нормализацию нервной системы от нервоза. Есть же упражнения, которые приводят к улучшению осанки, убирают сколиоз, даже, по крайней мере, уменьшают. Ну, например, вот в сентябре мне пришла девочка, у которой был сколиоз третьей степени, через 2-3 месяца ей поставили первую степень. То есть все зависит от того, какой возраст, какой ребенок, насколько все запущено. То есть можно решать вопросы, много упражнений, и мы этим занимаемся. То есть вы должны понимать, что в программу школы конфу входит не только боевое искусство, это серьезные здоровительные практики. Более того, я скажу, что у нас есть специальные программы для улучшения научных способностей. То есть есть специальные упражнения для хороших оценок, скажем, условно говоря, по математике, по русскому языку, улучшения памяти, логики. То есть мы показываем специальные упражнения, которые направлены на создание новых нейронных связей на уровне мозга, соединение лево-право-полушая. То есть это все направлено на то, чтобы сегодняшние дети восстанавливались, чтобы улучшали успеваемость, чтобы были здоровыми. Очень важный момент психоэмоциональный. И мы работаем с ними, разговаривая, чтобы они понимали, что можно, что нельзя. Дисциплина, поведение, в школе, дома, с родителями. Это все такой комплект, который входит в занятия. Дети у нас занимаются полтора-два часа. Дети, которые маленькие, это 4-5 лет, один час. И обязательно в программу входит экзамен. То есть они каждые 6 месяцев сдают комплект упражнений, которые входят в программу, подтверждают свой уровень, что они повысили какие-то показатели. У них есть всякие плюшки, дневнички, всякие там прощения. То есть они должны понимать, что они двигаются. Пальсовая система для детей это обязательно. Дети могут присутствовать в классах взрослых. Они могут приходить в классы взрослых. Но обязательное условие – дисциплина. То есть если ребенок по времени неудобно ходить в классы, где находятся взрослые люди, и он балуется, то он исключается из школы. Потом нужно, еще я озвучиваю, для родителей, которые проводят детей, обязательно разговаривайте с детьми. Вы объясняйте, что вы попали в школу, что это программа, что это система, что нужно сдать экзамен. То есть вы должны подводить молодого человека, что это ни кружок, ни секция, ни временно, что вы на долгое время отдали ребенка на обучение. И дети, которые приходят, мы их смотрим где-то месяц. Месяц у них испытательный срок. Если ребенок дисциплинированный, слушается, то ему присваивается черный пояс. Черный пояс – это значит, что он зачислен в студенты, он уже является студентом школы и поступил в первый класс. И в первом классе у него программа выдается, дневничок, и он занимается по данной программе. Как правило, дети, которые маленькие, 4-5 числевых дней, по этой программе занимаются с сентября по мая, ну, как в школах. А июнь, август, у них повторение программы. Дети постарше, 7 лет, они занимаются по программе как взрослые. 6 месяцев сдачей церкви. А вот если ребенок не отстепленен, у него проблемы с поведением, но родители очень хотят его отдать именно для того, чтобы эту дисциплину-то наверстать, такое возможно? Да, такое возможно. В этой ситуации два варианта. Первое. Мы просим родителей присутствовать на занятиях. Это очень работает. То есть мама приходит вместе с мальчиком и, ну, условно говоря, дает ему там подзатыльники, становится на место, дисциплинирует, сама оздоравливается, видит, как ребенок работает. И это работает. Второе. Мы развиваемся с ребенком, объясняем, так сказать, политику, что задача заключается в том, чтобы ты не мешал другим, чтобы ты выучил программу, чтобы ты изменился, стал лучше. И если он слышит, если он понимает, я вижу, что он отклик дает, то я оставляю его, разрешаю. Если я вижу, что отклика нет, то есть он разговаривает, что он побежал, что-то там делает, то есть он не включается, то мы не берем такого ученика в школу, значит, он ему еще рано. Он еще не вышел с детства, то есть он еще не понимает, что он пришел в школу. То есть такой ребенок нарушает и подрывает дисциплину, и это будет влиять и на других детей. Значит, приходите позже. А вот уроки физкультуры в школе могут заменить занятия кунг-фу? Уроки в школе, это зависит от того, кто преподаватель, какая у него методика. Мы же не знаем, кто ведет урок физкультуры. Это мастер спорта по карате, это там гребец или пловец, или там волейболист-баскетболист. Он, естественно, подводит это все под свою программу, которая вам имеет запас за плечами. Как правило, если сказать образно, если это не профессионал и не мастер каких-то видов спорта, а просто учитель физкультуры, стандартный, классический, когда, к примеру, кинул мячик и сам сидит, смотрит, что там дети делают, или сейчас вышли, сейчас даем просто километров, не размявшись, то, конечно, этого эффекта нет. Опять же, я отталкиваюсь от статистики людей, детей, которые приходят ко мне, дети сейчас имеют хуже здоровья, чем раньше, особенно со спиной. Я понимаю, что на уроках физкультуры сейчас все плачевно. Я вижу, как дети делают упражнения, те же упражнения, которые есть у нас, они похожи некоторые, но у нас они с ключами, с нюансами определенными. И на уроках физкультуры они делают такие же, но без ключей. Я понимаю, что учитель физкультуры не понимает некоторые моменты. Ну, например, если делаете разминку и делаете вот такое круговое движение, очень популярное в школе на уроках физкультуры, в этом упражнении необходимо поднять плечи, чтобы шеи и позвонки не затевали друг друга и не стирались. То есть, такой маленький момент, подняли плечи, делаете то же самое, круговое движение. Это безопасно. Вот это опасно. То есть, маленький нюанс и все. Таких вопросов очень много. Поэтому, стандартно на уроках физкультуры, конечно, ходить надо. Это даже не обсуждается. Но, я бы рекомендовал, чтобы дети ходили на специальные занятия именно после урока физкультуры. Сколько раз в школе уроков физкультуры? Два раза. Два раза приходите еще на кунг-фу или на плавание, или еще куда-то, чтобы ребенок все равно был в движении. Сам заниматься не будет. Именно профессионально. Побегать по улице это не урок физкультуры. Нужно с ним работать именно на здоровье, не на спортивный результат. Обращаясь к родителям, вы разделяете, что когда вы ребенка даете на спортивную секцию, на художественную гимнастику, на бокс, вы понимаете, что вы как бы подписываетесь по тому, что ребенок будет возможно иметь проблемы со здоровьем, если будут какие-то травмы, какие-то ситуации, которые в спортивном мире часто бывают. Разделяйте спортивное секции и оздоровительное секции. То есть нужно для себя решить, если я хочу побед высоких, либо я хочу здоровых. Да. Или это медали и призы, и это, возможно, травмы, или это для себя, для души, это здоровье. Секция кунг-фу это для себя, для души, для здоровья. У нас нет соревнований, мы не выдаем медали, у нас есть построено занятие, в котором присутствуют какие-то плюсы, бонусы, призы, именно внутришкольные, чтобы поддержать интерес молодого человека, или там, скажем, поправить здоровье, или человек в возрасте говорит, счастье у меня, я новую жизнь начинаю, я на пенсию вышел, и сейчас стена не болит. Это тоже как подарок, приз, как медаль. То есть вы должны вот это четко разделять. А сколько раз в неделю нужно заниматься для здоровья? Рекомендуется три раза в неделю ходить в залы по два часа. Ну, полтора минимум, час мало, три много часа. Самый популярный комплект два раза в неделю по два часа, три раза в неделю по полтора часа, между занятиями люди занимаются дома час по той программе, которую вы учили на занятиях. То есть каждый день практически получается? Ну, да. Я бы сказал, пусть будет выходной в воскресенье. Один раз в неделю можно не заниматься гимнастикой. Спасибо большое. Спасибо.